еще раз здрасте друзья мои он наш волгоградский голубевод один из друзей приехал ко мне сейчас будем ролик снимать папа полезную ролик там но мне один ролик загрузился уже этот когда выехал выпускал голубей 2 ролик готов еще не это нужны на дождись там дам пусть он загрузит и вот последний наверно в конце видели там 6 штук остались двое снизу пошли и 7 были наверху вот человек при мне из шестерых вот один сейчас кофейно сел вот который крылья не на пятеро еще тут от двоих найдем его двое мелкается не знаю не камеры их не возьму двое здесь 7 и еще выше из тех это двое те которые потом дома сорвались то есть тех которых выпускал еще нету но сейчас мы как бы камера передам вове он будет снимать такой полезный ролик будем для вас снимать да вот она сейчас я вот смотри вот вот так отодвигаешь то есть это приближаешь камеру то это до отдаляешь вот так приближаешь двумя пальцами вот это держишь лишь какая удобная штука сейчас снимает да да она снимается если хочешь останавливать то ставишь на паузу вот вижу тебя снимать останавливать ничего не надо просто не надо будет короче операционная сейчас будем делать операцию у голубки какая-то шишка под глазом видно сейчас попробуем вырезать и получится не получится посмотрим значит значит уже может наверно чуть увеличить это медицинский спирт друзья мои значит тут ветерочек сдувает кусочек ваты стерильную спиртом намочили может наверно там сядешь оттуда с ними что легче было когда обрабатываем хотя вот вова принес новый скальпель будет хороший с одноразовыми этими но в любом случае обрабатываем спиртом чтобы как бы из заразу не занести пинцы этих тоже обрабатываем они тут лезли вот они одноразовые лезли ну вот там пусть но не получится такой да там купите этот кантилярский ножик тоже хорошо режет значит тут у нас получается вот у голуби видите шишка под глазом то есть это последствию от внутренны этого оспы то есть когда бывает там но этот голубо он уже оспы голубей болеет детстве только песку нами болеет один раз жизни больше но как у нас кури ветрянка есть заболевание который человек болеет один раз жизни то же самое и голуби то есть голуб когда-то болел оспы и у него вот этот осталось то есть у него спа прошла а вот последствия остались здесь даже если так оставит он не мешает то есть этот голубь будет плодиться это будет там ну как бы чисто для красоты там для неудобства надо тут у него будет такая она больше и больше ныряжда вырастает надо надрезать значит я боюсь как бы не поздно уже да не нормально значит что мы делаем мы берем держим аккуратный голову тем помочь не и делаем надрез снимается даже пальцы можешь приближить там чтобы видно было делаем надрез вытаскиваем вот этот гадость внутри сейчас поближе она может кусочками выйти может это не для слабонервных слабонерв тоже надо что-то неудобно ну для съемки конечно нет тут такой белый типа как хряж будет кошмар наверно пинцетом покажу а если не останется там что-нибудь опять будет что надо первый раз зачистить вот видите вот такие кусочками даже будет выходе ну как жировик до выходит вот наподобие жировика но это нет жировей еще где-то читал это может быть наших закупорка сами же лесу там или слезных желез ну как бы медицине вам не назвали ну да да вот так а то многие знаешь вот умничать вот это так это так это так а вот что делать никто ничего не говорит делается элементарно зачистил и все она заживает это раночка останется шрамчик и сколько там внутри гадости но так теоретически то я бы рассказать мог как сделать но вот сам как-то страшновато два видно всем там видно вот мне надо было запускать нам данному сразу ну да пока маленький его надо лишь какой еще кусочек но вижу видно видно вот там огромное все это у него внутри кошмар вот пусть наши ветеринарные врачи может научиться от меня что-ли кстати ветеринарки я все объехал никто не берется птицу лечить никто потому что диплома за бабки купили бы мы только не только кошек собак не ну если он врач если он хирург неужели но не сможет не бы не берется никто во сколько проехал как у нас сейчас медицинские я знаю как они у нас заканчивают по птице вроде где-то носки там берут на я уже давным давно так значит перекись куда я перекись перед вот она вот я выложил этот фотографий как копчик это да там уже пишет антибиотиком надо колоть этот я вижу от бешенства на укола делать то есть перекись залили ватные тампончики палочки и зачищаетесь все снутри не бойтесь так я на сейчас потом отсадить куда-нибудь углубять же на ничью нормально не все за чуть лишь к губе терпеливые да вот этот момент видите вот я вчера говорил мама кричит когда яйца вытаскиваешь то же самое но им больно но они терпеливо все это выдерживает еще здесь есть это прямо типичные случаев я что-то надеюсь что она пройдет запущенная форма она все больше и больше да жалко голубка хорошего и надо было внутрь немножко спирта налить обезболивающе водочки пропаять на первый взгляд небольшая да вот смотри сколько гадости внутри все выходит и выходит но там на россию не вычистить да нет надо вычистить все вот именно вот если сделал вот чем отличается хороший доктор от хреново то что хороший доктор доктор первого раза делаете правильно операцию что повторных операций не было здесь в этом случае тоже самое надо одним разом прямо аккуратненько полностью почистить ничего не оставляет потому что если что-нибудь останется она опять начнется она будет опять до продолжаться зараза сейчас у меня как бы зрение не туда там на доктор я уже по опыту таких случаев было много значит ну после того как обработали вот он винили вот есть таком как мед медицинский клей жидкий шоу и людям очень это мы как бы для себя купили там мне сначала ванилин что ли видели я понял уже что винили это медицины в армии очень часто использовались вытащила зеваль хорошо заживляет да она прямо буквально за день за два мать я вот копчик вот намазали он как клей как мило сейчас покажу его а вон как тянется на такая штука и прямо в эту рамочку вот так обрабатывайте здесь рана большая принципе не помешало бы и шовчик сейчас поставить наверно знаешь как сделаем наверно на паузу поставят сейчас пойду за ниткой иголкой и шовчик поставить это нажимать да на паузу на сейчас вот это да 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 на паузу накиду там да пошли пошли по циферке пошли там и туда так опять же вот иголку надо обрабатывать этим спиртом и значит делается так видите здесь шов большой раночка большая ну принципе на это место хватит одного вай глаз не выклеить не я навеется жу пока пускай на подживет немножко бедный голубь то есть вот она нитку родные видно видно сделаем неудобно ну да одному бит лишь бежать особенно для съемки надо же показывать то есть делали так и но надо ножницы сейчас за ножницы бегать не будем попробуем скарпелем отрезать нитка обычная да не шелковая через них вот она видите вот этот рассосется и можно было еще второй шов ставить сюда но не будем она и так затянется это рано короче внутри она обработана вот этот фигня все вытащена то есть голубь будет голубка будет жить и будет все нормально быть красивая так сколько вот фигни вышла вот она даже вот упала не для слибо это вот до 2 до 100 баннер но нужная вещь наши делать это мы выкидываем то есть тут самый главный друзьям обязательно чисто обрабатывает значит по поводу там сейчас комментариях почитал кого чипа этим да по голубям армянские породы бакийские породы там это да ребят да какого хрена разница какая она порода главное что это голуби вам понравились но если взять допустим да там вот сколько человечество знает это да про голубей человечество когда помнит от ноя но и короче приземлился в армении я не из-за того что я армении но как бы по истории говорится в армении да там на горе оттуда он выпускал ветку там это да по голубь на клевике принес ветку это голуби принес оливковую веточку знали что там есть земля да но до ноя было еще человеческой жизнь но это не с неба свалился по истории были еще шумера там очень древние нации вавилонцы ассарицы то другое давайте не копаться вот в этом в это да в грязный билетом кто откуда чё как в общем то есть в армении с баку привезли эту птицу там с армении баку отвезли или там с это саджикистану казахстан с казахстан узбекистан это ровным делом никакое отношение не имеет голубеводство вообще никакое в общем главное вот ну гоняйте это птицу вон человек пришел стоим смотрим могут давно я такого не видел что голуби так покрывались то есть ну ну вот к этому надо стремиться а чё как ну все смотрели фильм это даме минуток в этом фильме самый красивый отрывок отменили не показывали это потом вот это да фрунзики к битве рассказывали там был такой отрывок когда в лифте спускается фрунзик с хикобидзе в короче это да фрунзик с хикобидзе и заходят лифт горит японцы ну посмотрели на них говорит слушает эти русские горит все на одно лицо то есть как выглядит японцы то это то что там один грузин 2 это да армянин и он бы они не русские да там то есть ну за это бренда не гоняйте друзья мои это никакого отношения не имеет вот даже можно называть мою птицу не армянской бойны да а волгоградской больно но уже четверть века эта птица живет вот здесь да за это время да там поменяли я отсюда отправлял голубей в армению там они совершенно по-другому эти голуби там уже виду там то есть но никакое отношение к этому не имеет я говорю там это да ну по природным качествам то есть вот это да там даже ребята спрашивают чем отличается украинские николаевские и это да российские николаевские друзья мои украина это самая большая сторона в европе даже в волгоградском области находится 4 армении то есть взять армению азербайджан грузии это волгоградской области получается взять россию то 6 часть территории мира в одном месте солнце входит это другого ходит но это смешного мы доходим но естественно в разных городах разных областях россии это птица будет даже та же самая николаевская птица российская птица до который живет в россии она будет по-другому там называть украинским или российским но просто по истории почитайте киевская русь это начало россии да там я никому не хочу не обидеть не учить короче но основу основа пошла вот это да вы как бы один народ вот как есть там восточные армяне западные армяне киликийские армяне бакийские армяне грузинские армяне там их куча там еврейские армяне то есть на не по всему миру то есть но все они армяне корни на не те же самые то же самое там и это до славянской не то что украина славянские народы вы славянские народы во все братья как вы друг друга относитесь в одно семей бывает 2 родных брата друг другу морду бьют там враги такие да там кровная там но это мы проходим политику но этого не надо там ну они же все равно братья неважно как они друг другу относится. То же самое здесь, короче. Так, природные условия мутируют, десятилетиями, столетиями мутируют голубей. То есть, вот у них клюв становится подлиннее, там корпус ниже, выше. Те голуби, которые живут в тех местах, где по это, да, подъемные ветра, им уже нужен будет подъемный ветер. То есть, человек, который купается в Черном море, он спокойно там плавает в это Черное море. Да, вода соленая, эта вода его поднимает. Ну, будем называть, как для людей, это для голубей, это подъемные ветра. Ну, или попробуй Волге, вот этому человеку по это, да, поплавать. Он моментально утонет. Тут пресная вода, чистая вода, никакой тяги вверх нету. Там только можно утонуть. То же самое здесь. Вот этот природный фактор огромное значение имеет. Ну, во-первых, там про негров тоже пишет. Там негра. Но негра привезти там этот, Норилск или Тикси, там они два месяца не выживут. Они умрут. Они не дураки приехать. Ну, если негр приедет в Волгоград, там, или Владивосток, да, там выживет. Да, но в России есть еще и очень суровые места, там, где и минус пятьдесят, и минус шестьдесят доходят. Там вот Тикси, Диксон, там, в этих островлях до семидесяти доходят. Мире нигде такого не бывает. Там, как в Антарктиде, говорите. То есть, мой вам совет. Займитесь делом. Прекращайте вот этот бред. Да просто делом. Вот видите, человек позвонил, говорит, есть. Я говорю, Вов, как хорошо. Говорит, даёт до меня, короче, как раз и с ними. Он говорит, ну, мне рука не идет. Ну, у каждого не получается вот это, да. Я не хирург. К медицине никакого отношения не имею. Я вообще-то математик. Закончил школу с физматом, это, да, с уклоном физмат, потом архитектурно-строительный. То есть, у меня математический уклон. Но жизнь заставляет к этому учиться. Так вы тоже учитесь к этому. Там ничего с вашей дельной нету. И антибиотиков, я еще раз говорю, бичкать не надо голубей. Вот. Ну, есть другие способы, которых надо поднимать иммунитет голубей. Вот если иммунитет будет сильным, и никакой химии, ни прививки, ничего не надо будет. Кстати, вот сейчас, голубка успокоилась. Сколько вот принесли, да, котенок подошел, но он обычно привык к нему, да, и она начала шарахаться в голубя. Да, сейчас спокоимся. Я говорю, ну, она же не знает его, что он не тронет. То есть, чужая кошка, природный истинь, срабатывает там. Ну, что, курочки мои сели? Не, вон 35. Да, три наверху на еще там. Ну, вот так и летают они. И вот спрашивают, сколько голубей летают. Да я хрен его знает, сколько голубей летают. Вот я ролик снимал, короче, где-то, ну, час-полтора уже прошло после этого. Вот шестер при спустились, ушли. Вот из них трое сели. Ну, я думаю, для обойных, наверное, не показатель, что сколько они летают. Да нет, это по настроению зависит. Вот они. Кто хочет, вон, киплеры, они сутки летают. Да не сутки это все, бред, там нету сутки. Киплеры? Да. Нет, нет, 21 часов, по-моему, лучше показатель по всему миру. И то они не летают, они парят. Вот они. И где-то выше еще. Два и семь еще выше. Там их не видно. Тех двух же мы сейчас видели, может, их поймаем. Они ушли. Нет, они это. Да нет, я только что видел, они мелкались. Вот над нами. Ну, сейчас попробуем. Зимой тоже будут ли гонять? Да, я же круглый год гоняю. Вот на посадку идет он. Может, и сядут. Вот он. Ну, что, столб есть, а вон двое. Вон, 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 вон они. Да, тоже мелкнута. Ну, так-то. Ну, я на них направляю, в принципе, должно взять. Да, по-моему, есть там. Ну, это почти как пол лета получается. Еще метров двести тебе будут пол лета. В общем, ну, этих сейчас, ладно. Вроде на посадку идет. Снежок выпадет, начнутся ястреба. Вот, говорит, сними бой. Ну, как его снимать? Вот он если рвет, он тянет себя вверх. На месте держишь на него, да, камеру мы? Это он выскакивает с экрана, его не видно. Ты кофе свой допивай, а я, наверное, оттуда чуть-чуть еще поснимаю и потом поговорим. Вам тоже надо вот пример взять такой, да, с друг другом общаться. Леди, затмись! Опять солнце мне на глаза светит. Блин. Друг другу гости ходить. Делитесь с хорошей птицей, с опытом. В общем, кто что знает, подскажите. Ну, не трудно же все это. Это тем более все на благо. Нет, солнце светит глаза. И у меня ничего толком не получится, наверное, снимать. Да, тем более на круг идут. Вон, ворона летит. Ну, вроде направляя на них. Ну, ладно, боксим с этой. Игру я всегда говорю, надо игру посмотреть на месте, а не на камеры. Сейчас я еще тазик покажу. А что потом так снимать? Это, ну, ты увидишь, как рано заживет, там вот этот, разрезал и пинцетиком вытаскивает. Вот видите тазик. Утром я показывал. Тазик был чистый. А сейчас, она, вот видишь, какая мутная стала. То есть, утром была прозрачная вода. Вот весь этот перхоть, вот не знаю, снимет камера или не снимет. Вова видит своими глазами, как пленка, вот белая такая. Вот этот перхоть, вот лежит все на воде, поверхности воды. Если они у вас не купаются, потом вот этот перхоть идет все дыхательные пути к ним. И голуби начинают чихать, начинают кашлять. От этого тоже, не только от простуды, от перхоти тоже там. Ну, вот как кто-то работает пылью, там, болгаркой пилит или что-то там. Ну, потом же тоже у вас нос забивается, там, горло забивается. То же самое, этот пыль надо убирать. А чтобы убирать, надо просто, да, там, голубей искупать почаще. В общем, вот это вся беда. В общем, то есть, ну, что, 25 минут, ну, мне меньше не получается. Думаю, пользу кому-то принесет это все. Курочки мои, по-моему, а, вот они. Вот они, мои цыпочки. Некоторым, когда говоришь, куру у тебя, грудь рвут, у кого куру, у меня лучший голубец. Да, куру, конечно, куру, чужие шаги. Люди вообще там, чувство юмора, потеряли на этом фоне там. Надо еще уметь, подшучивать там. Ну, что, друзья мои, удачи вам. Теперь, Вовина, вот, голубка, тоже знаменитости стала. Видите? Ну да, потом заживет. Да, он еще фотографии скинет. Ну, вот на такую фотографию можно будет смотреть, послеоперационные там. А вот, когда по красоте, я их не смотрю. Ну, удачи вам, друзья мои. Спасибо.